Всем привет! Вы на канале Династии и с вами, как всегда, Настя. В сегодняшнем видео мы покажем вам отдых на берегу озера Алаколь. Хороший берег для купания, базу отдыха, где мы остановились, развлечения на берегу озера и где можно дико отдохнуть, а точнее покажем место, где останавливаются многие любители дикого отдыха. Ну а пока мы не начали, пожалуйста, подпишитесь на канал, также не забывайте про инстаграм и телеграм канал. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии, ведь это помогает алгоритмам ютуба продвигать мое видео и больше людей узнают полезную и интересную информацию. Буду рада за поддержку от каждого из вас. А мы начинаем наше новое видео. Всем с добрым утром! У нас наступил новый день на Алаколе. Сейчас мы идем на завтрак. Покажу вам, какой завтрак на нашей базе отдыха. Вот так выглядит столовка. Здесь самообслуживание. Просто подходите к тому окошку и там вам выдают покушать время завтраков и обедов. Завтрак начинается в 8.30, заканчивается в 9.30, обед в 12.30, уже в 18.30. Все приемы пищи длятся час. Позавтракали. Сегодня на завтрак была кукурузная каша. Ну и как всегда, как обычно, какие-нибудь булочки утром они пекут, хлеб с маслом и печеньки с конфетами. Вот тут вот тоже парковка, наш прицеп, наш хавал стоит. Пока что еще утро, только 9 часов. Хочу вам показать пляж, на котором мы отдыхаем. У нас с базы отдыха есть такой вот выход к пляжу. Сама база находится на первой береговой линии. Здесь, на Алла-Коле, нету такого понятия свой пляж и так далее. Здесь пляж общий для всех. Есть съезд, но, конечно же, машинам сюда съезжать нельзя. То есть это служебные машины только съезжают. С той стороны пока что никого нет, потому что, ну, вот только утром. Людей немного идут утром купаться. А так, в обед и после обеда здесь очень много плавает разных лодок с абсолютно разными развлечениями. Просто лодочки. Есть лодки с разными горками и так далее. Вон там вдалеке видно остров. Что-то сегодня утром вода как-то разбушевалась. Она, на самом деле, она здесь не такая. Как обычно, мы собрались и идем после обеда купаться. Сегодня целый день ветер дует с озера и там большие волны. Но посмотрим, мы еще в волнах не купались здесь, прям как на море. Рассказываю только нашим подписчикам, ну и тем, кто посмотрел. Если будете отдыхать на этой базе отдыха или даже просто здесь, на Алла-Коле, в этом поселке Акши, мы вам показываем, где можно купить кукурузу, раков и всякую еду, которую продают на пляже торговцы. Подешевле. Здесь все дешевле на стотеньки. Вот так вот. Получается, у них и кукурузу они варят, и у них есть и раки, у них есть копченая рыба. Все есть и все дешевле. Смотреть вам координаты вот так вот словами, куда идти, что да как, будет, наверное, непонятно. Я постараюсь оставить точку в описании на эту беседочку. Вот так она выглядит, из палец сложена, просто запомните, отсюда вход или вход с нашей базы отдыха. База отдыха называется панорама, и если загублите саму панораму, то знайте, что с берега можно пройти и вот сюда. Пришли на пляж. У нас уже наступил вечер, точнее даже почти ночь уже, и приближается буря. В небе сверкают молнии, потихоньку идет пока что мелкий дождик, прошла уже пыльная буря, до сих пор дует ветер. Мы ждем дождя, который хотим вам показать. К сожалению, мы не смогли вам снять молнию, потому что они все уплыли с облаками. Утро нового дня началось с разведки. Мы решили проехаться и посмотреть, где около Аллаколя можно встать с палаткой, со своим лагерем. И нас карта привела к вот такой вот точке, там уже стоят люди, еще немножко там есть люди. Ну мы буквально увидели четыре машины, все, больше здесь никого нет. Хотя по картам здесь должен быть прямо оборудованный кемпинг, но ничего нет. Поэтому мы возвращаемся обратно в наши Акши и обедаем, идем на пляж. Да. И так как мы не нашли места вот так вот остановиться где-то рядом с Аллаколем, мы завтра уже выезжаем в горы, едем в Лепсинск. Тут вот такой вот дикий берег, все в траве, и наверняка весной здесь еще есть и клещи. А хотя, кто знает, может быть и сейчас. О, да, здесь мусора тоже много, люди оставляют. Значит, люди здесь есть, но много мусора. И вода сегодня спокойная. Вчера вы видели, были волны повсюду, ветер. А сегодня вода более-менее спокойная. Такой штиль на озере утром. Хотя какое утро? Уже полодиннадцатого. Например, здесь есть даже лесенка, чтобы удобно было спуститься к пляжу. Ну, пляж, естественно, каменный, он здесь везде каменный. Какое утро на тепле здесь. Овал красиво смотрится. Сегодня мы немножко припозднились с пляжем, потому что, как вы видите, погода не самая подходящая для купания. Солнца вообще нет целый день. Так еще и после обеда дул ужасно сильный ветер. Поэтому мы решили подождать дома. И в итоге только сейчас собрались. И вот пришли на пляж покупаться, потому что... Ну, в конце концов, это же последний день. Надо покупаться и ехать дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы покупались. Сегодня вода была не такой холодной, как вчера. Я бы сказала, даже теплее. Классно покатались и на таблетки покатались, и на банане. Но нам с Дианой на таблетки понравилось немного больше. Чем на банане. На банане нас даже не переворачивали. Мы спокойно ехали. А, на таблетки. На, сюда, сюда, сюда. И все это стоит одинаково. Две тысячи с человека покататься и на таблетки, и на банане. Все остальное мы не в курсе. Но здесь есть также надувные шары, в которых вы можете, так сказать, покататься по воде. Также просто можно покататься на лодочке. И есть водные мотоциклы. Смотрите, в районе 7 тысяч покататься стоит на водном мотоцикле. Вот такие здесь цены. Ну, в принципе, это не прямо дорого по сравнению с другими странами. Та же, например, Турция. Ну, а мы уже идем на ужин, так как он примерно через 20 минут. Пришли на ужин. Наш сегодняшний ужин выглядит вот так. Что у нас есть на столе? Ну, вы видите, есть хлеб, есть чай. У нас есть соус, печеньки, конфеты, которые обычно дают на обед. На ужин обычно никогда не давали, тут вдруг дали. И это, я бы сказала, что-то вроде бешпармака. Да, Диан? Ну, то есть тут лапша, но она не квадратиками нарезана. Она нарезана более расплющенная лапша, если это так можно выразиться. Картошка, мясо. А, кстати, барашка, это же сегодняшний. Да, сегодня бараны зарезали у нас. Потому что сегодня курбанайт. С праздником. С праздником. И вот он, баран, которого они зарезали до обеда ещё. Угу, это есть. Я выжить не мертвые в видео. Да, ну, приятного нам аппетита. И всем, кто ужинает или сейчас кушает, тоже всем приятного аппетита. А теперь я, как и обещала, к вечеру делаю вам полный рум-тур нашего гостевого дома. Как раз после ужина, пока я помогала маме с папой собираться, вспомнила, что пока не стемнело, нужно всё успеть отснять. В общем, мы начинаем с входа. Тут два входа, конечно же, есть. Там, где на машинах заезжает, он с другой стороны. Мы на нём, так сказать, закончим наш рум-тур. И вот этот второй вход пеший, куда привозят вас разные такси, разные автобусы, на которых вы сюда едете и так далее. В общем, как я уже говорила, первая береговая линия. Это естественно. Это я уже упоминала. Это вы все уже знаете. На входе можно сразу же заметить сами гостевые домики, где вы будете отдыхать. Они находятся здесь в два ряда. То есть вот тут первый ряд из трёх гостевых домов. И там второй ряд тоже из трёх гостевых домов. Но в каждом таком домике находятся четыре номера. С одной стороны два номера, с другой стороны два номера. Ну, то есть четыре умножаем на шесть и получаем двадцать четыре номера. Четырёх местных или трёх местных, там как получится. Я забыла упомянуть, что здесь есть ещё домик для небольших семей. Я думаю, двухместные, они маленькие. Мы к ним дойдём, они прямо у главного входа. Конечно же беседочки. Здесь такие беседочки абсолютно бесплатно. Просто сидите, отдыхайте. Не то, что в Боровом. Боровом даже беседки были платными. Бассейна на базе отдыха нет. Но для малышей ставят вот такой вот бассейн. И вот так выглядит основная площадка. Уже потихоньку начинают шуметь. Нашими соседями стали студенты одной из спортивных школ Талдыкургана. Если вы сейчас смотрите это видео, ставим лайк, пишем комментарий. Отовсюду играет музыка. И я очень надеюсь, что это видео начнёт блокироваться из-за этих кадров. Если вы после этого входа пешего вернёте налево, то здесь будет мойка для ног. Ну то есть вы здесь спокойно можете помыть свои ноги. А я мыла здесь коврики на машину. Да, класс. Музыка здесь не утихает, и мне кажется, что я буду эти кадры озвучивать. Тем не менее, здесь вроде как я перебиваю звуки, музыки. И что мы видим? Вот он, главный въезд. Вон они, ворота. Там щенки. Я их обязательно покажу, потому что, ну вы что, это ж щенки. В общем, показываю. Здесь детская площадка. Есть качели, есть вот такой вот классный городок. Моя сестрёнка, то есть Диана, со своими подружками называет это кукольный городок. Не знаю почему, но предположим. И площадка со всем необходимым для игр детей. Они здесь проводят большинство своего времени, и как-то тут их можно, так сказать, задержать. Вот он как раз-таки домик, о котором я говорила. Здесь, давайте вместе посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, как я подозреваю, двухместных номеров с одной стороны. И пять таких же двухместных номеров с другой стороны. Ну то есть, места очень много. Приезжайте сюда. Мне здесь очень понравилось. Хотим ещё вернуться. Вот он, главный въезд. Как вы видите, дорога не асфальтированная. Можете также ориентироваться по вот этому кольцу обозрения. Как вы видите, мы прямо напротив него. А вот этот вот отель, он называется Комфорт. Там проходят классные вечеринки. Если кто-то также из вас просто увидит там яркие фонарики и подумает, классная вечеринка, надо пойти повеселиться, знайте, 15 тысяч можете веселиться. 15 тысяч человека ваше веселье обеспечено. Нет, там правда очень весело, иногда надо выбирать дни. Вот там через день обычно веселье. Вчера, например, такой веселухи не было. Вот они, щенки, которые здесь стоят, сидят. Вот такие милашки. Вот они. Тихо, тихо, тихо. Вот такие вот два маленьких прелестных щеночка. Посмотрите на эту лапу, он еще щенок, а такая лапа громадная. А это, ой, ой, какой злой. Но он добрый на самом деле, он шустрый очень. То есть это девочка. Очень добрая, хорошая. Это тоже добрый, но очень шустрый. Периодически их выпускают погулять, а вчера им даже разрешили сходить с нами на пляж. Но мы с ними не купались, естественно, потому что отпустили их только к вечеру. Есть также овчарка, но она не этого дома отдыха, а другого, который находится вон там. Все в принципе. На видео вам показалось наверняка, что здесь совсем мало места, и нет вообще никакого, так сказать, пространства для развлечений. На самом деле вы ошибаетесь, причем очень сильно ошибаетесь. Цена по сравнению с аналогичными базами отдыха приемлема. Отличное питание, отсутствие толпы людей и лабиринтов между домиками. 50 метров до пляжа, нет необходимости ни в каких паромах и стоянки в очередях. Не надо экономить на еде, самый уединенный пляж в округе. База отдыха называется Панорама. Я советую, но это не реклама. Мне не заплатили за эти комплименты, поэтому все серьезно и реально. Приезжайте. Я оставлю ссылочку в описании. Всем доброе утро. У нас уже почти 8.30. Мы собрали хавал, все вещи сложили, чтобы после завтрака сразу были готовы ехать. Ну и, конечно же, как обещала, рум-тур такого четырехместного номера. Здесь в базе отдыха Панорама. Вот он наш главный вход. Кстати, очень классно сделано. Вы можете оставить дверь открытой и закрыть вот эту сетку, и никто пролетать не будет, потому что сетка целая. Она очень классная. Ни один комарик не залетел. Дальше здесь у нас такая одна большая комната. Диана, может, встанешь? Диана! Ладно, делаем рум-тур с Дианой. Когда мы сюда заехали, здесь была только вот эта кровать и вот эта кровать. Это уже раскладушка, которую нам принесли. За раскладушкой вы видите вот этот уголок. Там мы хранили все свои вещи. Есть вот такой телевизор, но здесь есть проблемы с интернетом, поэтому телевизор не работает. Но я вам скажу, что он вам и не нужен. А хотя, возможно, к вашему приезду, смотря когда вы смотрите это видео, они уже будут работать, потому что база отдыха новая, и они только начали вот это вот все развивать. Зато здесь есть такие вот классные большие кондиционеры. Дуют с трех сторон, снизу и по бокам. Это все главное... Да, блин! Это все. Главная комната на этом закончилась. И у нас есть ванная комната, в которой душ. Вот так выглядит душ. Все как обычно. Все классно. Вода теплая, отлично. Сам унитаз и раковина. Мыло и туалетная бумага. Все, конечно же, выдается. Все классно. Обслуживание отличное. Нам здесь понравилось. И стоит такой номер 14 тысяч человека за ночь. И получается, что это цены в июне. В июле эта цена увеличивается до 20 тысяч. Поэтому, если у вас есть возможность поехать сейчас, можете приехать сейчас. Но, конечно же, я бы вам советовала, естественно, ехать где-то в конце июля, начале августа, чтобы вода в Иссыкуле... Ой, господи, Иссыкуль. Чтобы вода в Волоколе была более-менее тепленькой, и вы могли бы с удовольствием покупаться. Хотя я бы не сказала, что нам было купаться вообще не очень. Типа, к воде привыкаешь. Даже если она холодная, вы просто быстро забегаете, потом дальше уплываете, где у вас ноги не достают, чтобы вы не смогли встать и греться вот сверху. Нет, просто уплываете, и нормально тело привыкает. Зато как освежает. Вы сразу такой бодренький, веселенький. Я бы думаю, Диане сейчас... Нужно было бы бодренькой, веселенькой стать, потому что что-то она у нас... Веселый! Стоп, 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 стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселый как? Веселее. Молодец, понял. Пришли на завтрак. Сегодняшний завтрак выглядит вот так. У нас омлет, огурцы, также дополнительно вот такая вот маленькая пицца, ну и все остальное по классике, как и на обед, ужин, варенье, печеньки, конфеты, все это есть. Ну вот и все. Мы готовы... А, ой, не та сторона. Вот и все. Мы готовы ехать. Прощаемся с нашей базой отдыха. Надеемся, что сюда еще вернемся. Вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте писать комментарии, задавайте вопросы, если они у вас остались. И всем пока, до следующего видео, поэтому ставим колокольчик, чтобы его не пропустить. Давайте, пока-пока. Благодарю каждого за просмотр и если видео вам понравилось, на нашем канале приветствуется поддержка в виде донатов на развитие нашего творчества и улучшение видео. Номер карты вы можете найти в описании. Всем заранее спасибо и всем пока.